МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на нашем канале. В студии Лада Аристархова. Коротко о некоторых темах выпуска. Временами появлялись какие-то синкопы, которые, в общем, несвойственны нашей речи. Мадонна со шрамом Александр Титель взялся за самую неоперную оперу Януфу Яначика. Наша задача довезти туда, в город Курган, чтобы ничего не поломалось. Труппа сдавала багаж. Чемоданное настроение в театре новой оперы. Мы сталкиваемся с проблемой, с катастрофой гуманитарного характера. Спецоперация по спасению. Как Петербургский университет пытается продлить жизнь ценнейшим книгам. Режиссер Александр Титель возвращает на российскую сцену оперу Леуша Яначика «Януфа». Премьера в музыкальном театре Министаниславского и Немировича Данченко завтра. На репетиции побывала Яна Мирой. Александр Титель беспокоится, конечно, не за сохранность реквизита, а за достоверность действия. Что касается работы с артистами, оперу Яначика ставят по законам русского психологического театра. Ему важно, чтобы зритель проникся самой историей. Ведь с этим признанным шедевром российская публика мало знакома. В прошлом сезоне, мои коллеги подсчитали скрупулезно, в прошлом сезоне она шла не то в 23, не то в 24 театрах мира. От Нью-Йорка до Вены и от Стокгольма до Рео-де-Жанейро. А в России? Нигде. Чешская деревня. Януфа беременна от Штевы. Его не забрали в рекруты, значит, возможно, свадьба. Правда, пристрастие красавца к бутылке не по душе матери девушки. Но социальные противоречия, бытовые проблемы, только фон. По словам режиссера, тема этой оперы – коловращение жизни. Очень правдивый, так сделал композитор. Очень правдивые характеры, очень такие земляные, очень выросшие на реальной почве. Поэтому, именно поэтому это очень актуальная вещь, потому что она дает, приносит в публике какое-то новое ощущение правды. Создателям спектакля было трудно решить, на каком языке исполнять. И все же оригинальному чешскому предпочли русский. Певцам пришлось преодолевать много технических трудностей. Не совпадение музыкальных акцентов и текстовых, потому что акценты в музыке, соответственно, для чешского языка, там другие ударения. Ирина Гуська, пожалуйста, пройди на сцену. И поэтому вот эти вот моменты, временами получались, появлялись какие-то синкопы, которые, в общем, несвойственны нашей речи. Приходилось что-то менять, где-то заменять слова. Шрам на лице Януфы – дело рук Латца. Он безответно любит ее с детских лет. Но его чувства полно агрессии. Он не готов на брак с женщиной, у которой ребенок от соперника. И это становится причиной смерти младенца. Трагедия, корень которой характер героя. Он у меня был разный. Он у меня был и добрый, и агрессивный Латца, и влюбленный Ленский кусками. И в какой-то степени Андрей Хованский такой, который, если я сказал, это мое, значит, это мое. По-всякому, по-всякому примеривался. Иногда артисты переходят на крик. Местами вольно обходятся с партитурой. Говорят, это самая неоперная опера в мире. Яна Мирой, Александр Подкоха, новости культуры. Новая опера отправляется в гастрольный тур. Труппу ждут в нескольких уральских городах. Затем, как театр собирается в дорогу, наблюдала Ирина Разумовская. В театре новая опера – тяжелый рабочий день. Этим вечером играют масштабную оперу «Князь Игорь». И тут же пакуют реквизит. Часть труппы уже отправилась на большие гастроли на Урал. Первая остановка – Екатеринбург. Затем – Тюмень. Под конец недели «Князь Игорь» доедет до Кургана. Будьте внимательны, скоро будет третий звонок. Артисты хора, пожалуйста, на сцену, на пролог. Князь Игорь. Добавляется беготня со сборами. Стоят уже приготовленные кофры и ящики для костюмов, грима, бород и париков. Перед тем, как клеить, борду нужно почистить. К сожалению, у нас с теперешними гастролями ситуация будет не очень приятная, потому что сегодня же мы пакуем багаж, и он уедет туда нечищенный. Специалисты, которые будут работать там, будут этим заниматься непосредственно на месте. По большому счету борды не должны мяться, потому что когда есть заломы, это не очень хорошо. В реке тоже хорошо бы, конечно, их перевозить на болванах. Подготовка к гастролям для дирижера Евгения Самойлова начинается задолго до этих сборов. Его задача – проанализировать все залы, сцены и оркестровые ямы, в которые попадет театр. Рассчитать, поместится ли там весь оркестр и хор, узнать, какие музыкальные инструменты смогут им предоставить. Там нужно приноравливаться к акустике, приноравливаться к другим условиям, сцены самим. Есть такие сложности, но все это преодолимое. Дело в том, что еще при основании театра, его основатель Голубов Евгений Владимирович, ставил перед задачу такую, чтобы мы пропагандировали искусство в городах России, и которые даже часто не имеют вообще оперного театра, а иногда и филармонии. Как только артисты отыграют первые акты, сменят костюмы, для второго начнется упаковка. Ее порядок давно отработан. Вот у нас стоят готовые ящики. Мы уже будем сюда первое отделение завешивать. Вот всяких боярынь, русские народные костюмы. Ну, они народные, конечно, очень. В них одна нищета. Ну, боярынь, вот они чуть-чуть побогаче. Вот такие вот. А главные уборы такие сложно перевозить? Ну, как сложно? Не сложно у нас. Кроме вот таких вертикальных, еще горизонтальные ящики есть, прям сундуки. Сразу после аплодисментов и финальных поклонов кульминация сборов. За ночь нужно демонтировать и собрать для перевозки все декорации. Отлично. Можно еще болтик, пожалуйста, выкрутите. Ранним утром погрузка в фуры. Даже в самые отдаленные точки страны едут именно на грузовых машинах. Лишь в некоторые страны Европы или Америку декорации везут по воде на кораблях. С самолетом доставлять такой груз очень дорого. Это не габаритные, это не коробки с продуктами питания. Это декорации, да? И есть там кофры, кофры габаритные. Ну, все равно они разных габаритов. Наша задача какая-то довезти туда, в город Курган, чтобы ничего не поломалось по дороге, чтобы пришло в нормальном виде. Впереди четыре дня путешествия. Дальше разбор ценного груза, монтаж декораций на незнакомых площадках и теплый прием уральских зрителей, которые всегда очень ждут гастролей столичных театров. Ирина Разумовская, Станислав Анисимов, Александр Шиповал и Павел Каратаев. Новости культуры. В Санкт-Петербурге в здании 12 коллеги открыли Центр консервации и реставрации документов. Сейчас там пытаются спасти от гибели коллекцию ценнейших книг. Подробности у Екатерины Мельниченко. Научная библиотека Петербургского университета одна из самых богатых в России. Она была создана еще во времена Екатерины Великой. Сегодня в фондах несколько миллионов книг. И каждая седьмая дореволюционная. Огромное собрание, но ни в одной из книг не написано, какими сложными были для библиотеки в 90-е годы. Тогда университет лишился более трех тысяч редких изданий по филологии. И вот это страшно, что в мирное время, в конце 20-го века, в начале 21-го, мы сталкиваемся с проблемой, с катастрофой гуманитарного характера. Тогда почти 100 тысяч уникальных книг и журналов перевезли в холодные, сырые подвалы. Непродуманное административное решение отозвалось настоящей бедой. Издания цирели, покрылись плесенью. Сейчас их пытаются спасти в Центре консервации и реставрации документов. После обеспыливания книга поступает уже на обработку метатином. Это специальное вещество, которое убивает плесневые грибы, споры плесневых грибов. Книги бережно очищают от плесени. Сначала обложку, потом каждую страницу. Сколько труда и времени это занимает, не передать словами. Но сил здесь никто не жалеет, потому что, к примеру, такой книги больше нет нигде в мире. Поэтому сохранить ее так важно. За жизнь любого пациента нужно бороться, потому что, как я говорю, каждый экземпляр уникален. И собрание, определенное, сложившееся с течением времени в библиотеке, второго такого уже нигде в мире нет. Ученым уже удалось восстановить несколько уникальных книг. К примеру, Илья Дугомера на финском языке и Новый Ля Рус, знаменитую иллюстрированную энциклопедию на французском. Впереди еще много работы, говорят специалисты. Нужно не только отреставрировать книги, но и исправить ошибки прошлого, чтобы литература больше никогда не попадала в подвалы. Екатерина Мельниченко, Виктор Хлебчик и Галина Роменская. Новости культуры. Санкт-Петербург. 4 марта в Лос-Анджелесе пройдет 90-я церемония вручения премии «Оскар». Пока конкурсанты готовятся к этому дню, в мастерских работают те, кто не появится на красной дорожке. О том, как создают знаменитые золотые статуэтки «Рыцаря с мечом» Юлия Струкова. Сначала «Оскарами» занимается литейная компания в Нью-Йорке. Процесс длится три месяца. Создается 3D-форма. В нее заливают сплав меди и олова. Получившуюся заготовку 10 раз опускают в гипс, а затем обжигают. Позже с охлажденной статуэтки сбивают внешнюю оболочку. И каждую фигурку полируют до зеркального блеска. Много времени уходит на проверку, нет ли дефектов, чистая ли поверхность. У нас нет четких рамок. Мы проводим за работой столько времени, сколько необходимо, чтобы достичь высокого качества. Затем статуэтки отправляют в Бруклин, где им предстоит гальванизация 24-каратным золотом. Мы здесь занимаемся настоящей наукой. Мы смешиваем и контролируем химикаты в специальной лаборатории. Очень важно, чтобы в золото не попали никакие примеси. Это очень чистое золото. Золото, которым покрывают Оскара, в последние 35 лет используют НАСА для обработки метеорологических спутников, а также инфракрасных камер телескопа «Хаббл». Это ионизированный раствор цианистого золота. Смертельный яд, между прочим, если захотите попробовать на вкус. Но в цистерне с ним не возникает проблем. Каждый день здесь обрабатывают до пяти статуэток. В год изготавливают порядка 60 фигурок. Для каждой делают специальные таблички с названием номинации и именем победителя. Затем Оскары отправляют в Нью-Йорк, где их крепят на бронзовое основание, покрытое чёрной патиной. И конечный пункт – Голливуд. Торжественная церемония награждения. Юлия Струкова, Новости культуры. О вкладе в отечественную моду, о драгоценном сундуке, кукольном театре для взрослых и победителях нашего оперного конкурса. Коротко о некоторых московских событиях дня. В историческом музее представят выставку «Очарование Японии», которая собрала более 100 образцов декоративно-прикладного искусства 17-20 веков. В коллекции – миниатюрные скульптуры резной кости, изделия из фарфора и цветной эмали. В центре экспозиции – сундук Корнелиса Вандерлейна из фондов музея. Эксперты считают этот экспонат редким образцом традиционного японского искусства. Премьера в Московском театре «Кукол» – комедия «Гиньол» имени Станиславского. По мотивам очерка Карла Чапака «Как ставится пьеса». Его герои – театральные деятели 19-го, начала 20-го веков. Станиславский, Немирович Данченко, Вахтангов, Мейрхольд. На сцену детского театра такие необычно серьёзные и знаменитые персонажи выйдут впервые. И не случайно. Это работа лауреата в «Золотой маске», режиссёра Натальи Пахомовой и художника Евгении Шахоцкая. Важный шаг к возрождению традиций театра «Кукол» для взрослых. Накануне юбилея Вячеслава Зайцева Московский музей моды откроет выставку «Ностальгия по красоте». Представлены лучшие модели одежды прошлых лет, наряды в национальном русском стиле, богато декорированные комплекты для светских выходов, а также предметы из личной коллекции мастера. В концертном зале имени Рахманинова выступят победители телепроекта канала «Культура. Большая опера». В сопровождении Национального филармонического оркестра России сопрано Ксения Нестеренко и тенор Тигран Аганян исполнит сочинения Чайковского, Римского, Корсакова, Верди и других классиков мировой музыкальной культуры. Шоу дронов. На неделе моды в Милане один из показов открыли беспилотники. Перед началом дефиле зрители попросили отключить в мобильных устройствах Wi-Fi. Он мог привести к техническим сбоям. Прислушались не все. Администраторам пришлось вычислять нарушителей и обращаться к ним публично. Из-за этого показ пришлось отложить почти на час. В итоге нарядные дроны, их украсили светящимися шарами, пронесли над подиумом сумки итальянского бренда. Организаторы перформанса считают, что именно за такими моделями будущее высокой моды. Они помогают зрителям сконцентрироваться на всех нюансах одежды и аксессуаров, не отвлекаясь на красоту девушек-манекенщиц. Впрочем, пока квадрокоптерам доверили показывать только аксессуары. Одежду по-прежнему демонстрируют модели. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи.